Здравствуйте, меня зовут Ксения Попова, я ассистент кафедры экологии и географии растений и этим видео мы хотим начать цикл вебинаров, посвященных основам работы с геоботаническими описаниями, самым основам их обработки. В основном эти занятия будут ориентированы на наших студентов, которые проходят курс по обработке геоботанической информации, но также они будут полезны всем студентам, которые так или иначе занимаются геоботаникой, она им для чего-то нужна в их работе, в их выполнении дипломных работ. Также это может быть интересно геоботаникам, которые просто в силу тех или иных причин не пользуются пока еще этими инструментами, хотя есть это в общем довольно обычные распространенные инструменты, но я прекрасно понимаю, что иногда просто руки не доходят до того, чтобы что-то такое освоить и нужна какая-то, ну скажем так, небольшая поддержка, небольшая инструкция, как с чего начать. Эти вебинары будут посвящены работе исключительно с программными продуктами, то есть здесь я не ставлю целью рассказать всю логику ординации, классификации и других способов обработки геоботанических описаний, а ставлю себе целью только показать, как работают самые, ну скажем так, самые простые, самые основные программные продукты, как ими пользоваться и, понятное дело, весь функционал этих программ мы тоже рассмотреть не сможем, это будет просто слишком долго, да и, наверное, не очень нужно, но основные функции, которые действительно будут нужны при работе с геоботаническими описаниями, мы, конечно же, обязательно разберем. Начнем мы с вами со знакомства с программой Турбовек. Программа Турбовек – это программа для хранения, поиска и экспорта геоботанических описаний. На самом деле Турбовек – это самый распространенный и самый простой способ оцифровать ваши геоботанические описания. Понятное дело, что в бумажном виде, в виде полевых дневников обрабатывать геоботанические описания невозможно, и для того, чтобы как-то с ними в дальнейшем работать, их нужно будет оцифровать. Создатель программы Турбовек – Стефан Хейнкинс. Вот этот вот очаровательный дядечка. Он сотрудник университета в Багеннингене в Нидерландах. Это действительно очень приятный контактный человек, и в целом, если у вас будут какие-то проблемы и вопросы по поводу Турбовека, с ним совершенно легко можно связаться, ему можно написать электронное письмо, и я уверена, он обязательно вам ответит. Если у вас будет надобность сослаться на эту программу, то есть библиографическую ссылку приложить, то здесь на слайде приведена первая страница статьи, которая посвящена как раз вот этой вот программе Турбовек. Какие есть альтернативы Турбовеку? Как довольно часто поступают некоторые исследователи в отношении создания базы геопотанических описаний. Довольно часто для этой цели используется Excel. Ну, это понятно. Excel есть практически у каждого на компьютере. Если его нет на компьютере, то существуют онлайн-версии, браузерные версии, где можно даже не скачивая Excel себе на компьютер, точно так же заполнять вот эту вот простую табличку. Ну, и в использовании Excel есть свои минусы по сравнению с Турбовеком. Во-первых, это, конечно, объем, который Excel не просто может в себя вместить. Возможно, Excel может вместить в себя достаточно объемно, но очень большая объемная таблица. Если у вас там несколько сотен геопотанических описаний, ее просто использовать в работе для поиска, для сортировки описаний, для какого-то дальнейшего ее экспорта и анализа будет практически невозможно. Она будет очень тяжеловесная, она будет там, не знаю, все время что-то будет зависать. И плюс ко всему действительно будет просто что-то очень сложно найти, потому что действительно будет огромнейшая, неудобная таблица. Второй момент – это защита от возможных изменений. Ну, вот у вас есть вот такая вот таблица, да. Вы набиваете виды, даже если у вас довольно удобно эти виды расположены по алфавиту. Во-первых, велика вероятность случайно ввести в соседний вид, велика вероятность ошибиться колонкой. Более того, когда вы набираете каждое следующее описание, есть вероятность случайно что-то, какие-то ошибки внести в уже набитые описания. То есть, опять-таки, ошибиться столбцом, ошибиться строчкой и уже испортить набитую работу. Соответственно, проверять ошибки в Excel будет очень тяжело, потому что при набивке вот такой валовой таблицы для того, чтобы просмотреть только одно описание, его проверить, надо будет ставить фильтр. И по большому счету это все очень, не то чтобы усложняет работу, но это, ну, кажется, что, возможно, занимает буквально несколько секунд. На самом деле, когда вы имеете дело с большим объемом материала, с большим числом описаний, это все очень сильно увеличивает продолжительность вашей оцифровки. Действительно, оцифровка занимает много времени, это правда, она может занимать много времени, но все-таки, конечно, нужно стремиться, чтобы как-то минимизировать, да, потому что в целом это не самое интеллектуальное и интересное занятие и, наверное, не то, чему вы хотите посвятить на несколько недель, а то и, возможно, и месяцев своей единственной неповторимой жизни. Затруднен будет в Excel поиск, да, то есть, конечно, все это можно делать при помощи формул, но если вам нужно посмотреть какой-то конкретный вид, чтобы он встречался в конкретном ярусе, и при этом его проективное покрытие там варьировало в каких-то определенных пределах, да, потому что вот именно такая группа описаний вам интересна, да, вам интересно просто посмотреть все описания, в котором есть антаксантум адоратум, например, и его проективное покрытие, например, больше, чем 15%. В TurboWing такой поисковый запрос вы можете создать буквально за 15-20 секунд. В Excel найти подобную информацию, если у вас 10 описаний, как вот тут мы видим, это легко. Если у вас 200 описаний, это уже будет некоторая проблема. При этом можно отметить, что есть какие-то, конечно, минусы у TurboWing. Понятное дело, это не что-то идеальное, ничего идеального в мире не существует по сравнению с тем же Excel, да. Ну, наверное, один из моментов, который можно назвать минусом, это отсутствие возможности давать произвольные названия. То есть, конечно, в TurboWing можно давать произвольные названия видом. Можно дополнять список видов и вводить туда какие-то свои названия, которые вам почему-то нужны. Но это занимает достаточно большое время. Не то, чтобы это прям вот делалось в два клика. Поэтому каждому виду, например, если вы хотите дописывать, вот как здесь, номер гербарного листа к каждому виду, который у вас не определен и оканчивается эпитетом спецс, такую операцию будет проделать, конечно, в TurboWing сложно. Другое дело, что в TurboWing есть графа примечания, и в эти примечания можно простым текстом набить все, что вам нужно, любую дополнительную информацию, которая вам нужна. Ну, например, вот здесь у меня набиты номера гербарных листов. В данном, вот в конкретном случае, например, для всего этого описания надо смотреть гербарный лист номер 45, но при этом агросис полевица в этом описании, которое встречается, она на гербарном листе AR31. То есть вот таким образом, при помощи таких комментариев, эта проблема легко решается. То, что невозможно вводить произвольные названия, в данном случае, это, конечно, небольшой минус, но в целом это все-таки плюс, потому что вы не делаете лишних ошибок в латыни, а латынь вам предлагает TurboWing автоматически. Ну и последний очень важный момент. В целом программа TurboWing платная. Если вы зайдете на сайт, вы увидите, что за нее просят денег. Но для исследователей из России она предоставляется бесплатно. Собственно, сам разработчик программы бесплатно нам ее и предоставляет. Поэтому, если вы не знаете, где скачать TurboWing, вы можете либо обратиться непосредственно к Стефану Хенекенсу, либо написать на нашу кафедру, либо мне лично, и мы постараемся вам эту ссылку организовать. Это в целом совершенно несложно. Ну и последнее, о чем я хотела бы сказать, прежде чем мы перейдем непосредственно к изучению программы. Вы можете просто посмотреть этот вебинар. Вы можете посмотреть и записать что-то в тетрадь, на какие кнопочки надо нажимать. Но будет гораздо лучше, если вы скачаете программу, возьмете свое описание и будете повторять вместе со мной действия уже на своем материале. Тогда вы очень быстро запомните, как и что в программе TurboWing нужно делать. На самом деле, ничего сложного в этой программе нет. Все очень просто, очень понятно, и научиться и пользоваться не представляет никакого труда. Если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, или вы поймете, что вам нужна какая-то функция, про которую я в этом вебинаре не рассказала, то у программы есть очень подробный, очень понятный мануал. Мануал написан на английском языке, но очень доступно. Ссылка на мануал в описании к видео. Теперь непосредственно давайте перейдем к программе. Для начала я хотела бы показать вам, как выглядит уже готовая база данных. Для этого нам надо открыть базу данных. Вот у меня здесь их имеется несколько штук, потому что для каждого своего проекта я создаю обычно отдельную базу данных, чтобы описания, которые я не собираюсь вместе анализировать, у меня вместе не перепутывались. Выбираем базу данных и открываем ее. Что мы здесь видим? Сама база данных устроена как некая таблица, где каждая строка – это одно описание. В этой строке мы с вами увидим всю атрибутивную, экологическую, дополнительную информацию к нашему описанию. Номер описания, шкала участия, дата, когда описание сделано и так далее. Все остальные нужные нам характеристики. Для того, чтобы непосредственно посмотреть это описание, нам надо на него просто на эту строчку нажать. Вот таким образом, нажимая на эти строки, мы с вами листаем базу данных и смотрим конкретные описания. Если мы хотим рассмотреть какое-то описание поподробнее, нам надо просто развернуть вот это окно с описаниями. Мы здесь увидим ярус и проективное покрытие, ну и, собственно, непосредственно сами виды. Давайте теперь начнем ее делать. Прежде чем создать новую базу данных, нужно закрыть все открытые базы данных. Дальше выбираем Database – New. Вот в этом меню мы создаем новую базу данных. Сначала нам нужно ввести название нашей базы данных. Поскольку у нас с вами будет некий пример базы данных, то мы так его и назовем – Example. Далее нам нужно ввести число описаний – минимальное и максимальное. Пусть будет минимум 1, максимум пусть будет 100. И нажимаем на Create – Создать. Вот у нас создалась база данных. Теперь мы можем начинать с ней потихонечку работать. Вот такое описание я нам предлагаю с вами оцифровать. Что есть в этом описании? В этом описании есть разбивка на ярусы, общее проективное покрытие ярусов, сами виды, проективное покрытие в процентах для этих видов, и для видов травяно-кустарничкового яруса указана высота в сантиметрах. Средняя высота для каждого конкретного вида. В целом, в вашем описании может быть еще масса других характеристик. И о том, как все эти характеристики учесть в вашей таблице, вот сейчас давайте и поговорим. Первым делом нам надо разобраться с тем, какие вообще характеристики, какие заголовки есть в турбовеге предустановлены. И если нам чего-то вдруг будет не хватать, то мы сможем добавить свои заголовки. В турбовеге словом заголовки «Headers» называются все графы нашей шапки, шапки описаний, то есть то, куда мы пишем всю дополнительную атрибутивную экологическую информацию. Все, что не касается непосредственной информации о видах. Кроме того, у нас есть еще характеристика, как высота видов в травянку с торночком ярусе. И нам тоже эту характеристику надо обязательно в нашей итоговой таблице учесть. С чего мы начнем? Первым делом, давайте посмотрим, какие в принципе есть заголовки возможные, которые мы можем использовать. Просмотр и выбор возможных заголовков происходит в пункте меню «Organize header data». Нажимаем на «Organize header data» и смотрим. Первое, что мы видим, — «Country code». Это код страны, в которой вы работаете. Если у вас все описания собраны внутри одной страны, то, в общем, вам эта характеристика, вероятно, не нужна. Кроме набивания непосредственно оригинальных описаний, в турбовеге очень удобно оцифровывать описания со старых публикаций из книг. Поэтому здесь есть такие заголовки, как «Biblioreference» — ссылка на литературу, номер таблицы в публикации и номер описания в таблице. Дальше идёт «Project code in» и «Author code», то есть ваши авторские коды каждого описания. Дальше идёт «Data». Если вы провели уже какую-то первоначальную классификацию, то вы можете ввести код синтаксона. «Relive area» — площадь вашего геопатонического описания. «Utm Grid System Code» — это код, то есть система координат, в которой у вас будут указаны координаты. В большинстве случаев, если вы просто грузите свои данные с GPS, то это будет WGS 84. «Altitude» — высота над уровнем моря. «Aspec degrees» — это экспозиция склона. «Slope degrees» — это крутизна склона. «Covered total» — это общее покрытие всех ярусов. Это, возможно, полезная характеристика, но, честно говоря, я её не использую. «Covered tree layer» — это проективное покрытие древесного яруса в процентах. В нашей традиции, как правило, указывают сомкнутость крон в долях, а не проективное покрытие яруса в процентах. Если вам принципиально указывать сомкнутость крон в долях, вы можете добавить эту графу в качестве отдельной, самостоятельно. Если вам не принципиально, то просто можете писать сомкнутость крон в процентах в графу «Covered tree layer». Дальше идут проективные покрытия, общие проективные покрытия кустарникового яруса, травяного яруса, махового яруса. Отдельно есть общее проективное покрытие лишайникового яруса. В большинстве случаев обычно мы объединяем маховой и лишайниковый ярусы и рассматриваем их как единый моховый и лишайниковый. При таком раскладе я просто выбираю маховой ярус и пишу в него и лишайники тоже. В любой ярус можно писать любые таксоны. То есть в этом есть некий плюс, есть некий минус. Вы можете случайно написать какой-нибудь мок в древесный ярус, программа эта в качестве ошибки вам не выдаст, она вам позволит такое сделать. Но с другой стороны, когда вам надо написать проросток деревьев в травяной ярус, вы тоже спокойно можете это сделать. Дальше идет покрытие водорослевого яруса, мертвый опад, площадь открытой воды, площадь голых камней. Дальше в этой же шапке вы указываете высоты. Поскольку у вас может быть сложный древостой, который состоит из нескольких ярусов, то вы можете отдельно указать высоту самых высоких деревьев и высоту низких деревьев. Также вы можете указать высоту самых высоких кустов и высоту низких кустов. Кроме того, вы можете указать среднюю высоту трав, самых высоких и среднюю высоту самых низких трав. Можете указать максимальную высоту трав, можете указать максимальную высоту криптогаммных растений. Довольно часто мы вынуждены работать с так называемыми неполными описаниями, потому что определение мхов и лишайников часто требует работы специалистов, и не всегда удается самостоятельно качественно определить все мхи и лишайники. Поэтому здесь есть две еще дополнительные графы, Mosses identified и Likens identified, в которых в эти графы можно ввести двоичные значения y или n, yes or no. Таким образом мы сможем с вами отличить описания, в которых мхи и лишайники действительно отсутствуют, от тех, в которых они просто не определены. Обязательно рекомендую использовать графу Remarks. Примечание в нее можно написать все, что угодно. Любые слова, практически в любом количестве можно туда написать. Очень полезная графа, может содержать много дополнительной информации, потом упрощать работу с описанием. Широта, долгота и x, y координаты обычно это уже спроектированные координаты. Если вы хотите, вы можете также эти данные добавить в свою базу данных. Итак, очень хорошо мы разобрались с тем, какие заголовки есть предустановлены в турбовеге. Предположим, что мы еще хотим ввести еще одну графу, которая будет называться «Фото». И будет нам показывать номер фотографии, которую мы сделали с этим описанием. Здесь в этой базе данных такого нету. Как правило, мы все описания свои фотографируем. И действительно очень удобно, когда номер фотографии прописан в базе данных. Как нам это сделать? Открываем вкладку «Database». Выбираем «Modify Structure». В этом «Modify Structure» мы видим две закладки. Это «Header File» и «Species File». К «Header File» мы решили, что нам надо добавить, собственно, фото. Называем новую графу «Фото». Она у нас будет либо категорийная, либо численная. «Categorical» или «Numeric». Если она категорийная, выбираем «C». Если она численная, выбираем «N». Она у нас будет все-таки, наверное, численная, потому что номер фотографии – это просто циферка. Выбираем длину этого поля. Предположим, разрешаем себе вводить 6 знаков. И дальше нам спрашивают, сколько из них, из этих знаков, должно быть после запятой. После запятой у нас в данном случае будет 0 знаков. То есть не целое число в качестве номера фотографии мы ввести не можем. Нажимаем «Добавить» – «Add». И для того, чтобы это поле добавилось в нашу таблицу, нажимаем на «Rebuild». Просматриваем ее всю до конца. И видим, что в конце у нас появилось вот это самое фото, которое нам было нужно. Теперь мы помним о том, что нам надо еще обязательно указать высоту для растений в травяном ярусе. Не забываем об этом. Нажимаем снова «Database», снова «Modify Structure». И теперь уже идем в «Species файл». Вот он наш «Species файл». Он нам разрешает указывать название описания, название вида, ярус, проективное покрытие. И не разрешает нам указывать высоту. Пока такой характеристики здесь нет предустановленной. Поэтому мы прописываем новую характеристику. Высота – «High». Она у нас тоже будет численная «Numeric». Нам надо определиться с длиной этой графы. Мы видим, что максимум у нас высоты растений – это 4 знака. То есть несколько десятков сантиметров, запятая или точка-разделитель, и одна десятая после запятой. Таким образом мы выставляем длину поля 4 и разрешаем вводить один знак после запятой. Снова нажимаем «Add» и снова нажимаем «Rebuild». После «Add» у нас появилась вот эта вот графа с высотой в списке. Нажимаем «Rebuild» и уже у нас появится внутри нашей базы данных характеристика «Высота». Но смотрите, как у нас получается с вами сейчас неудобно. У нас есть очень-очень-очень много характеристик. Очень много. И все они нам абсолютно точно в нашей таблице не нужны. Если мы начнем сейчас новое описание, первое наше описание вводить, то мы получим сразу все эти характеристики, и это будет гигантская таблица. Давайте в этом убедимся. Новое описание можно создать, нажав на вот этот вот значок с пустым листочком «Add a new Relay». Нажимаем на него. Посмотрите, чтобы сделать одно описание, нам нужно заполнить две таблицы каких-то характеристик. Форм 1 и форм 2. Вот посмотрите, как много. Это жутко неудобно, учитывая, что нам столько всего вводить совершенно не нужно. У нас вообще нету этих данных. Поэтому давайте организуем наши заголовки. Organize Header Data. Организовываем наши заголовки. Здесь мы можем с вами выбрать только то, что нам нужно действительно для конкретной базы, для конкретного проекта, и не выбирать то, что нам не нужно. Просто нажимаем на тот заголовок, который нам требуется, и после этого нажимаем на Add, и он появляется у нас в окошке Selected, выбранный. А это у нас окошко Available, доступный. Можно их выбирать не по одному. Можно выбирать их привычным способом, нажимая Shift. Тогда он выберет все, что находится между двумя нажатыми значениями. Либо можно использовать Ctrl. Тогда мы сможем выбирать не по порядку. Ну вот я хочу указать обязательно площадь геобитанического описания. Я хочу указать экспозицию склона, крутизну склона. Я хочу указать плетение покрытия новую поставку, у меня с вами могу решать, что я вам нужно добавить. Я хочу здесь обязательно указать определенные у меня хи. И раз мы вводили, в данном фотографии, в данном фотографии тоже хочу указать. И обязательно, конечно же, любимая графа Remarks. Куда же без нее она нам обязательно нужна. В нее можно писать много дополнительной информации, которая не влезает в описание. Например, те же гербарные листы. Поэтому она обязательно, я считаю, должна быть. Если мы добавили что-то лишнее, то, что мы не хотим видеть в таблице, то мы нажимаем на это значение и нажимаем на Remove и удаляем это значение. Ну, не знаю. Например, Most Identified. Передумали мы вводить. Все хи у нас определены. Мы нажимаем на Remove и все они уходят. Add All и Remove All, соответственно, добавляет все доступные заголовки. Это Add All, а Remove All убирает все выбранные заголовки. То есть полностью очищает эту форму. И еще один момент. То, в каком порядке мы их с вами выбираем, в этом порядке они и появятся в этой таблице. Если вы не хотите сначала вводить дату, а потом площадь описания, а хотите, например, начать с проективных покрытий, просто выберите их в начале списка, а потом добавьте все остальные. И в таком же порядке они у вас будут в вашей таблице отображаться. Теперь нажимаем на Save и получаем маленькую, аккуратненькую табличку, с которой нам уже будет удобно работать. Вот она вся, она быстренько тут у нас вся пролистывается. Мы ее можем посмотреть. Почему я не рекомендую сначала организовывать заголовки, а потом изменить структуру? Возможно, это удобно сначала. Давайте посмотрим, что есть, все это выберем, а потом начнем набивать, поймем, что нам что-то не хватает и добавим какие-то новые заголовки. Так, конечно, тоже можно сделать, но после того, как вы сделаете Modify Structure и нажмете на Rebuild, все заголовки выбранные у вас летят, и у вас снова начнут отображаться все доступные заголовки в таблице. И вам придется заново организовывать заголовки вашей базы данных. В принципе, ничего страшного, но лишняя работа. Лучше сразу продумать полностью весь дизайн вашей базы данных и уже потом начать вводить, оцифровывать ваши описания. Итак, наша база данных полностью готова к тому, чтобы мы начали вводить первое описание. Нажимаем «Создать новое описание» «Add a new delivery» и вот оно, это наше new delivery. Первым делом нас с вами спросят про шкалу участия видов, которые мы использовали. Программа предполагает, что вы можете пользоваться самыми разными шкалами, и все эти шкалы будут закодированы в вот таких вот двоичных кодах. 0,0 – это проценты, 0,1 – это старая шкала Браунбланке, 0,2 – это новая шкала Браунбланке, и дальше есть еще масса, масса, масса других шкал. Кроме того, есть оригинальная шкала, вы можете создать свою шкалу 9-бальную, пользоваться ей, и есть еще интересная шкала присутствия или отсутствия Present Substance, которая просто говорит о наличии или отсутствии вида. Потому что иногда Турбовек используют не для оцифровки описаний, а для оцифровки списков видов, где нет никакого участия, а просто есть присутствие или отсутствие. И это тоже делать очень удобно, потому что в Турбовек все-таки вводить название видов получается намного быстрее, чем в любую другую программу. Мы у нас с вами описание сделаны в процентах, поэтому выбираем проценты и нажимаем на ОК. Вот, код вот этой шкалы 0,0. Его можно ввести руками просто как 0,0, не нажимая на вот этот знак вопроса. Вообще, если у вас есть характеристика, рядом с которой находится знак вопроса, это так называемый поп-ап-лист, то есть лист предустановленных значений. Еще один поп-ап-лист здесь мы видим рядом с экспозицией склона. Если мы на него нажмем, мы увидим азимуты в градусах, и вот, собственно, вот эти азимуты и будут значениями вашей экспозиции. То есть вы вводите не буковки северо-запад, северо-восток или что-то вот из этого списка, а вы вводите просто циферки. Эти циферки можно выучить, а если их неохота выучивать, можно всегда вызвать этот поп-ап-лист и по знаку вопроса его увидеть. Ну или можно сделать себе шпаргалку. Я, честно говоря, обычно делаю себе шпаргалку с этими значениями, когда мне нужно оцифровать очень быстро, очень много описаний. Предположим, что наше описание было выполнено на склоне северо-западной экспозиции, это north-west, и вот это вот значение 315 мы выбираем в нашу таблицу. Мы пропустили дату описания. Дата описания у нас была 15 июля 2021 года. Обратите внимание, что здесь дата немножко не в том формате, в котором мы привыкли. Сначала идет год 2021, потом идет месяц 07, и только после этого идет день 15. Площадь описания 400 квадратных метров. Это было лесное описание, и обычно мы его делаем вот именно в такой площади. Уклон. Уклон был небольшой, 7 градусов. Проективное покрытие древесного яруса. Мне не принципиально, чтобы сомкнувность крон была написана отдельной графой, поэтому я просто напишу здесь 80%. К сожалению, вот в эту вот графу covered layer и вообще во все графы с общим проективным покрытием дробные значения просто нельзя вводить по настройкам программы. Вводим 80%, покрытие кустарникового яруса 15%, покрытие травяного яруса 80%, покрытие мохово-лишайникового яруса 1%. И введем номер фотографии, например, не знаю, это цифры просто я из головы придумала, но мы можем это сделать. Мы можем в примечании написать любой текст. Например, мы можем написать, что гербарный лист номер 5. Дальше нам надо сохранить эту форму. Для того, чтобы ее сохранить, можно нажать на Save, можно это сделать мышкой, но скорость оцифровки описаний в турбовеге достигается, в том числе и благодаря тому, что вам в принципе не нужно трогать мышку. Вы все можете делать только с клавиатурой. Руки не отрываются от клавиатуры, вы работаете на клавиатуре двумя руками, к мышке тянуться не надо, это очень упрощает работу. Поэтому есть горячие клавиши для работы с турбовегом. И они очень простые. В любом меню у вас есть подчеркнутые буковки. Например, в слове Save это буква S, в слове Exit это буква I, в слове Help это буква H. Для того, чтобы быстро с клавиатуры выйти, вызвать помощь или сохранить описание, надо нажать Alt и вот эту подчеркнутую буковку. Будьте внимательны, подчеркнута не всегда самая первая буква. Иногда это какая-то буква из середины слова, но поскольку вы это видите, то нажать правильную букву очень просто. Иногда они не бывают подчеркнуты сразу, и тогда для того, чтобы вот это вот подчеркивание высветилось, надо нажать на Alt. Но сохранить в этой программе всегда Alt S. Прежде чем мы сохраним, раз уж мы начали говорить о том, как осуществлять навигацию без помощи мышки, то нужно здесь обязательно сказать, что навигация между вот этими полями может осуществляться двумя способами. Это либо нажимание стрелочки вниз, либо нажимание на Enter. Таким образом мы перемещаемся на поле вниз. Для того, чтобы подняться на поле вверх, мы просто нажимаем стрелочку вверх. Итак, нажимаем на Alt S и сохраняем нашу форму. Обратите внимание, что если у вас будет стоять русская раскладка, то Alt S не сработает. Alt S сработает только в английской раскладке. Дальше у нас появляется поле непосредственно для того, чтобы вводить виды. Все виды вводятся в Турбовек шести буквенным кодом. Это первые три буквы родового названия и первые три буквы видового названия. Давайте начнем с конкретного примера. Первый вид в нашей табличке – это клён астролистный, ацерклутаноидос. Первые три буквы – АС и дальше ПЛА. Сразу нам программа предлагает ацерклутаноидос. Большинство видов однозначно кодируются вот таким шестибуквенным кодом. Но не все. Если будут еще виды, которые подходят вот под такой же трехбуквенный код, они просто окажутся в этом списке, где вы их можете спокойно мышкой или стрелками вверх-вниз выбрать. Ну, я рекомендую, естественно, пользоваться стрелками. Это упрощает работу. После того, как вы выбрали нужный вид, и он у вас подсвечен синеньким, здесь он один, и он подсвечен синеньким, вы нажимаете на Enter и переходите в поле Ярус, в поле Лея. В поле Лея вы можете либо выбрать из выпадающего списка нужный ярус, либо опять-таки швести в это поле нужную вам циферку. Все ярусы в Турбовеке кодируются одной цифркой от 0 до 9, где 0 – это либо отсутствие информации про ярус, либо отсутствие самого яруса, то есть для внеярусной растительности можно это указывать. И дальше 1, 2 и 3 – это древесный ярус, соответственно, первый, второй, третий подъярусы. 4 и 5 – это кустарниковый ярус, соответственно, более высокие кусты и более низкие кусты, если у вас будет два подъяруса в кустарниковом ярусе. 6 – это травяной ярус, 7 – это ювенильные осами, 8 – это прорстки, которые менее одного года, и 9 – это мохово-лишайниковый ярус. В данном случае у нас клён относится к первому древесному ярусу. Мы выбираем вот эту циферку 1. На следующее поле покрытия мы переходим снова Enter. Вводим проективное покрытие. Высота. Высота нам неизвестна, поэтому просто Enter перескакиваем и нажимаем на Add. Теперь давайте повторим всё то же самое со следующим видом. Я не буду касаться мышки. Вы можете убедиться, курсор двигаться не будет на экране. Мы полностью с вами набили древесный ярус. И вот здесь у нас с вами появилась очень интересная ошибка. У нас появился тюльпан вместо липы. Это неправильно, потому что я ошиблась, когда вводила трёхбуквенный код вместо тилия кордата. Я ввела какие-то другие похожие буквы и ошиблась. Нам нужно будет это дело поменять. В настоящий момент мы можем заменить это название. Двойной клик на вот это название позволяет нам выбрать другой вид. Вот теперь я ввела без ошибок тилия кордата. И просто Enter'ами доходим до Replace. Вот он, Replace. И нажимаем. Всё, вид у нас поменялся. Мы исправили ошибку в описании. Ну что, давайте оцифруем теперь, пропустим кустарниковый ярус и оцифруем травяной ярус. Ну, хотя бы первый вид из этого травяного яруса. Первый вид у нас снытия. Экоподиум под аграре. Травяной ярус это шестёрка. Проективное покрытие. Экоподиума единица. Высота 31,2. Это следующий вид. Аюга Reptons. Тоже ярус у нас шестой. Проективное покрытие 3. Высота 18,6. Следующий вид у нас будет Azarum, Eropium. Тот же ярус. Покрытие 15. Высота 11,1. Давайте не до конца будем оцифровывать это описание и посмотрим, что у нас получилось. Для начала мы его сохраним. Нажмём на Alt-S. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так теперь выглядит наше описание. В данном случае оно у нас отсортировалось по алфавиту. Нажав вот на эти две колоночки, у нас появится вот в таком виде это описание. Можем написать Sort on Cover. Можем написать Sort on Name. И получить вот такую табличку. или отставить его Unsorted, несортированным, то есть в том порядке, в котором мы вводили наше название. Мы видим здесь и проективные покрытия, и высоты, и название яруса. Замечательно. Мы с вами оцифровали наше первое описание практически полностью. На самом деле, после того, как вы набьёте несколько десятков описаний в Турбовек, дальше вы начнёте делать это очень быстро, очень молниеносно. Главное следить и не допускать ошибок. А всё остальное будет занимать очень-очень мало времени. Вот здесь вы можете мне резонно возразить. Да, конечно, так вводить описания очень удобно, когда они забиты вот в такой полевой дневник. Но я работаю с бланками или я набиваю описания с какой-то публикации, и мне их удобнее вводить уже в таблицу, а не поодиночке. Поэтому, наверное, я лучше воспользуюсь старым добрым Excel для этой цели. На что я вам отвечу? Нет. Даже в таком виде описания гораздо удобнее вводить в турбовек. Для того, чтобы добавить таблицу, мы выбираем с вами вкладку Edit и во вкладке Edit выбираем меню Add a Table. Нажимаем. Что мы с вами видим? Программа нас с вами спросит, сколько описаний в нашей таблице мы хотим ввести. Максимум она разрешает вводить 99 описаний, но мы с вами выберем 10, пусть будет. И сразу нас спрашивает про то, какая шкала проективного покрытия у нас будет. Ну, пусть это будут также проценты, которые у нас с вами и были. Кроме того, она предлагает скопировать список видов из предыдущей таблицы. Иногда это удобно, когда вы работаете с однородными описаниями, где виды более-менее одни и те же, тогда можно было бы скопировать список видов из того, что мы с вами уже ввели. Но у нас будет другой пример. Мы не будем эту кнопочку, вот эту галочку ставить и создадим для начала совершенно пустую таблицу. Вот так будет выглядеть наша пустая таблица. Вот она. Первым делом нам надо с вами набить список видов. Нажимаем на Add и выбираем списки. Ну, пусть будут следующие виды. Корлио Севеляна Не забываем выбрать ей Ярус. Ярус Б это пятерка. Дальше Ионимус Феррукоза. Запустим. Вот во всех этих видах у нас был один и тот же Ярус. И при вводе этот Ярус мы руками не меняли. Программу по умолчанию ставит тот Ярус, который был введен предыдущим. Теперь давайте введем что-нибудь из Травяно-кустарничкового Яруса. Например, Карикс Белеза. Карикс Белеза. Ставим Ярус 6. Вот тут мы его уже меняем и Enter добавляем этот вид. И нам нужно сохранить эту табличку. Нажимаем на Alt. У нас подсвечиваются нужные нам буковки. Alt S. Это сохранить. Вот теперь у нас сохранена эта таблица и нам осталось просто расставить проценты участия видов в наших десяти описаниях. Давайте это сделаем. Навигацию между колонками мы осуществляем Enter. Если ничего нету, можно просто пропустить или ввести ноль. Если нам нужно перейти на строку ниже, то мы нажимаем на кнопочку вниз. и таким вот образом заполняем всю нашу таблицу. Но обязательно сначала вводим значение Enter. Без этого программа нам на другую ячейку перейти не разрешит. Вот теперь у нас есть значение во всех описаниях и у каждого вида. Давайте сохраним эту табличку. Сохраняем также Alt S. Программа спрашивает уверены ли вы, что вы все закончили и хотите завершить. Потому что в дальнейшем нам редактировать описание как таблицу уже будет не позволено. Мы сможем только редактировать каждое описание отдельно. Вот в этом месте нам нужно проверить, все ли мы правильно ввели, чтобы лишний раз не вносить исправление менее удобным нам способом. И если мы все сделали правильно, мы подтверждаем и говорим да. Теперь мы с вами получили вот такую вот таблицу. Вот такую вот таблицу со всеми нашими описаниями. В ней введены все наши описания, но совершенно нету заголовков. Что в общем-то совершенно не страшно. Мы их можем добавить в любой момент и мы можем их с вами корректировать когда нам и как нам захочется. мы можем это делать по одному описанию, уже вызывая привычную нам с вами форму, которую мы с вами уже заполняли. Но давайте закроем эту форму, нажав на Alt и Exit вышли отсюда. Поскольку у вас все данные уже в таблице, то вам конечно удобнее наверняка заполнять все это тоже в форме таблицы. Для этого мы нажимаем Edit Switch Edit Mode. После того, как мы включили вот этот режим редактирования, мы можем вводить сюда данные, которые нам нужны. 20-21, пусть будет тоже 0-7 и например 21-е число. Для того, чтобы перейти на соседнюю ячейку, мы опять-таки с вами используем Enter. Только после этого мы можем переместиться на соседнюю ячейку. Посмотрите, если мы с вами введем площадь описания, например, те же самые 400 квадратных метров, а после, как в Excel, перейдем мышкой на строчку ниже или на какую-то соседнюю колонку, в общем, на любую другую ячейку, то это значение просто не сохранится. Если мы нажмем 400 и после этого Enter, то теперь мы можем с вами спокойно переходить на любую другую ячейку. Вот это очень важный момент. Пожалуйста, здесь будьте внимательны, иначе вы просто не сможете ввести ни одно нужное вам значение. Что касается поп-оп-листов, то здесь они по-прежнему доступны. Вот у нас экспозиция склона, вот у нас выходит наш поп-оп-лист, предположим, это был тот же самый склон, и мы можем выбрать это значение так. Если при этом мы хотим с вами ввести его руками, то мы по-прежнему можем это сделать. вот таким образом мы заполняем всю таблицу до конца. Давайте сейчас в рамках демонстрации этого делать не будем. Если какое-то значение вам нужно отменить, вы просто его выбираете двойным кликом или тем же самым Enter, нажимаете на Delete, оно убирается и вводите какое-то другое значение. И опять-таки Enter его вводите. Вот и все. таким образом редактируется таблица значений целиком. После чего, после того, как это редактирование закончится, не забудьте снова нажать на Switch Edit Mode для того, чтобы выйти из режима редактирования и наша табличка уже с сохраненными внесенными данными отображалась и была недоступна для редактирования, чтобы случайных ошибок не доделать. Да и вообще так, конечно же, гораздо удобнее с ней в дальнейшем работать. Вот здесь я снова слышу легкий шепот негодования. Как же так? Я уже начал вводить все свои данные в Excel. Я уже оцифровал 30 описаний, где вы были два месяца назад. Возможно, конечно, с TurboVeg все будет и быстрее. Но что ж поделать? Я уже начал работать в Excel и я уже и продолжу. На что я вам опять-таки скажу, что мы можем легко импортировать таблицу из Excel в TurboVeg. Для этого не нужно делать никаких сложных операций. Один раз вы потратите на это 15 минут времени и дальше будете спокойно работать в TurboVeg. Давайте посмотрим, как это делается. Вот так обычно выглядит валовая табличка в Excel. Сначала у нас идет шапка, то есть то, что в Excel называется словом заголовки, которая содержит какую-то разнообразную информацию, координаты площадки, высоту над уровнем моря, площадки оптенческих описаний, проективные покрытия всех ярусов, высоты ярусов, наличие определенных неопределенных мхов, если вы это отмечаете, авторский номер, дата и так далее. А дальше у нас следует информация о видах. Как правило, первая графа это информация о видах, вторая графа это информация о ярусе и дальше уже идут непосредственно наши геоботанические описания, номер площадки и уже участие видов в процентах или в какой-то другой шкале участия. Что нам нужно сделать, как нам нужно подготовить эти данные для того, чтобы их импортировать в Турбовек. Первым делом мы готовим с вами информацию о видах, сами описания. Выглядит вся эта табличка будет точно так же, как она выглядит в валовой таблице. Единственное, что лучше всего, чтобы во втором столбце у нас была информация о ярусах. Если у вас ярусы зашифрованы A, B, C, D, как это делаю обычно я, то их имеет смысл переименовать в MossLayer, HairPlayer, SharpLayer и TreeLayer. И, соответственно, называть их точно так же, как они названы в Турбовеке ML, IHL, SL и так далее. Сделать это можно в Excel автозаменной, поэтому это совершенно недолгая операция. Номера площадок, номера описаний вам не нужны, потому что описания будут у вас пронумерованы автоматически по порядку, в том порядке, в котором они у вас здесь введены. Поэтому номера площадок здесь в виде шапки оставлять не нужно. Это будет лишняя информация, она будет мешаться в описаниях. Таким образом, у нас готовы данные самих описаний, данные по видам. Теперь готовим шапку. Для того, чтобы нам подготовить шапку, мы выделяем с вами все наши заголовки, которые у нас есть в таблице, копируем их на новый лист и вставляем их в новый лист с функцией транспонировать. То есть, таким образом, чтобы они выглядели, как выглядит наша табличка в турбовеге, где в первом столбце у нас расположены все номера описаний, а каждое описание это отдельная строка. Теперь у нас здесь все выглядит точно так же. для удобства называем соответственно лист с шапками шапка или заголовки, как хотите, и другой лист называем описание или виды, без разницы как, чтобы вы могли их легко отличить, когда вам предложат выбрать название листа. Итак, давайте попробуем сделать это в турбовеге. Я закрываю файл, в данном случае я не буду сохранить изменения, потому что у меня уже все готово было. Для того, чтобы нам что-то импортировать из Excel, нам нужно создать для начала новую базу данных. Назовем ее Example 2, выберем число описаний, пусть опять будет от 1 до 100 на всякий случай, создать. Не будем пока настраивать заголовки, мы уже разобрались, как это делать, давайте сначала займемся импортом. Выбираем вкладку Import, и для начала первым делом мы с вами должны импортировать информацию о видах, то есть не заголовки, не шапки, а сами описания. Free Format Species Data Table. Выбираем вот это. Находим наш файл. Вот он, наш файл. Пример для импорта. В целом можно пользоваться как старым, так и новым форматом Excel, но чаще TurboVec лучше совместим со старыми форматами Excel до 2003 года, поэтому я буду использовать его. Получаем вот такую табличку. Нам предлагают выбрать лист. У нас информация о видах содержится на листе описания. Выбираем. нам нужно указать, в какой колонке у нас находится название видов. Название видов у нас находится в первой колонке. Выбираем. В какой колонке находится название ярусов. Название ярусов находится во второй колонке. Выбираем. Убрать все двойные пробелы из названий видов. Это Да, это хорошо. Нажимаем Next. Программа нам говорит, что 32 вида она разметила автоматически. И у нас осталось еще несколько видов, которые она автоматически разметить не смогла. Вот здесь, прежде чем размечать виды, не забудем выставить шкалу, в которой у нас указано участие видов. Опять-таки в нашем случае это проценты. И вот мы получаем много видов, которые разметила программа сама, и два вида, которые она не разметила. Ну понятно, трихофорум альпинум раньше у нас назывался Беотрион альпинум. И в сводке Черепанова он именно под этим названием приведен. И о Легустикум Скотикум тут есть различие в написании. У нас он написан Скотикум через TH, а список Черепанова предполагает написание просто через T. Выбираем Легустикум Скотикум. Все, мы заменили те два вида, которые программа самостоятельно нам не разметила. Нажимаем на Next. И программа нам ругается, что сперва надо отметить нужные нам описания. Press Space to Mark или Unmark Relibus. Для того, чтобы разметить нужные нам описания, нам нужно нажать, кликнуть на каждое из этих описаний пробелом. Этот пробел также осуществляет навигацию. И те описания, которые будут помечены звездочками, именно они и будут экспортированы. То есть, посмотрите, у нас дальше есть 13-й, например, столбик, в котором нет никаких данных. Но если мы очень захотим, мы тоже его можем отметить этим же самым пробелом. Он нам не нужен, поэтому мы этого не делаем. Теперь мы нажимаем Next. После этого нажимаем Complete. Что мы получили? Мы получили 10 описаний. Мы их можем пролистать. Все эти 10 описаний. Посмотреть на них в боковом окошечке. Вот они все есть. У всех видов указаны ярусы и проективные покрытия. Теперь нам нужно добавить сюда, собственно, наши шапки. Import. Free Format Header Data Table. Выбираем тот же самый файл. Открыть. Выбираем лист шапка. Select. И здесь нам тоже нужно рассказать программе, где и что у нас находится. В первой строке у нас будут находиться нормальные названия полей. Нормальные – это те, которые любят программу. Во второй будут находиться, скажем так, расшифровки названий этих полей. И эти расшифровки – это ровно те названия, которые мы с вами импортировали из Excel. Можно поставить галочку Add New Fields Automatically. Да, это неплохо. Если у нас есть какое-то поле, которое по умолчанию отсутствует в турбовеке, то это поле нам добавит автоматически. Это очень удобно. Теперь нажимаем на Next и делаем разметку. Кликаем на заголовок в первой строке. Table Number – с точки зрения программы это должно быть Relay Number. И вот это поле мы с вами отмечаем как Key Field, то есть ключевое поле. Именно по нему пойдет стыковка между нашей таблицей, которую мы уже ввели, вот этими 10 описаниями и вот этими 10 описаниями. То есть нам надо указать, с каким полем ей надо состыковывать вот эти номера описаний. Если они будут у вас не в первом столбце, ничего страшного. Просто вы укажете какой-то другой столбец в качестве ключевого поля. Таким образом мы с вами выбираем все нужные нам поля. Ну вот, например, поля Author Number у них нету. То есть есть Author Code, Project Code. Предположим, что это все не то, что нам нужно, потому что мы хотим, чтобы программа нам создала это поле автоматически. Соответственно, так мы его без изменения и оставляем. Долготу-широту программа самостоятельно распознала правильно. Площадь геоботанического описания выбираем «Окей». Экспозиция склона выбираем «Окей». Крутизна склона. Покрытие древесного яруса. Покрытие кустарникового яруса. И таким образом размечаем все наши поля. Покрытие покрытие мхового яруса. Высота деревьев у нас тут даже есть. Средняя высота трав. Максимальная высота трав. Определены ли у нас мхи или не определены. Все. Мы разметили все поля. Теперь нажимаем на «Компликт». Вот у нас появилась наша готовая таблица, где все заголовки также присутствуют в наших описаниях. Вот можете проверить. Все, что мы с вами импортировали, оно здесь появилось. Да, сейчас у нас все еще заголовки не настроены. То есть есть масса лишних, ненужных нам полей. Но, тем не менее, настроить их тоже не составляет большого труда. А описания из Excel уже импортированы в Турбовек. Теперь давайте посмотрим, что еще можно делать с описаниями в этой программе. В этой программе очень удобно делать поиск описаний. Ну, для начала их, конечно, можно просто отсортировать по любой из тех характеристик, которые мы вводили в наших заголовках. Вот сейчас они у нас отсортированы по номеру описания, а мы можем, например, с вами их отсортировать по проективному покрытию древесного яруса. Переходим на проективное покрытие древесного яруса. И вот здесь у нас описания, в которых вообще нет деревьев. А вот здесь у нас с вами описания, в которых уже есть древесный ярус. Возможно, с какой-то целью такая сортировка тоже будет удобна. Возвращаем сортировку, как она была. Теперь давайте посмотрим, как создавать поисковой запрос. Для того, чтобы создать поисковой запрос, мы нажимаем на Build Query, вот на этот вот большой знак вопроса. Чаще всего мы ищем описания, в которых содержатся какие-то конкретные виды. Например, мы хотим с вами посмотреть все описания, в которых есть белозор болотный, парнасия полюстрис. Дальше нас спросят, какой ярус. Мы можем выбрать ярус, можем оставить любой ярус. Дальше нас спросят, в каком размахе проективных покрытий, в каком диапазоне мы хотим посмотреть, чтобы наш белозор присутствовал. Мы можем выбрать любые значения или оставить весь этот диапазон от 0 до 100. И дальше нажимаем Add. В списке выбранных видов у нас появляется парнасия полюстрис. Можем выбрать несколько видов и задать условия, как и или или. Или можем выбрать другой список, добавить другой список, чтобы каких-то конкретных видов еще при этом и не было. Ну, сейчас нам достаточно просто посмотреть все описания с парнасией полюстрис. Нажимаем с вами на Save сначала. Зажимаем Alt. Save – это, как всегда, буква S. Сохранили. Теперь нам нужно, чтобы нам вывели все описания, которые соответствуют нашему поисковому запросу. Нажимаем на Alt. Нам надо нажать на Execute. Execute – вот видите, как раз здесь подчеркнута вторая буква, а не первая. Поэтому Alt-X нам выводят все нужные нам описания. И посмотрите, как это будет отображаться. Все описания, в которых есть парнасия полюстрис, будут выделены желтым цветом. Рядом с ними будет вот такая галочка отмечена. Более того, они будут выведены вот в этом окошечке в отдельный список. И с этого отдельного списка мы можем тоже совершать по ним некоторую навигацию. Особенно это удобно, когда таблица очень большая, и там какое-нибудь 600-е описание находится очень-очень внизу, и мотать до него просто элементарно будет очень тяжело. Теперь мы можем просмотреть каждое из описаний. В котором есть парнасия полюстрис, сделать для себя какие-то выводы. Можем посмотреть их вот в табличной форме, какие там были проективные покрытия. В целом удобно. Не только для того, чтобы просто посмотреть на список этих интересующих нас описаний, но и для дальнейшего импорта. Ну, об этом давайте чуть-чуть позже. Я еще хотела сказать пару слов про построение поискового запроса. Кроме поиска непосредственно данных о видах, где у нас мы можем выбрать либо и, либо или, то, что мы с вами уже делали. Мы можем выбрать, чтобы какого-то вида не было, and not, да, без какого-то не было вида. Кроме поиска по видам, мы можем с вами еще задавать поиск по данным наших описаний. Например, мы хотим посмотреть все описания, в которых у нас, например, нету древесного яруса. Тогда мы набираем define range, и у нас нижний и верхний лимит будет 0, да, то есть чтобы древесного яруса не было. Мы можем также написать define list и просто выбрать конкретные значения, которые мы хотим посмотреть. Ну, в данном случае define list – это будет значение 0, и define range тоже будет значение от 0 до 0. Снова нажимаем на execute, alt, x, и получаем список из пяти описаний, в котором у нас нету древесного яруса. Древесный ярус, его проективное покрытие во всех этих описаниях будет равно 0. И тут точно так же можно строить сложные запросы, то есть после того, как мы с вами, например, 3-layer, define list, вводим 0, добавляем этот 0, use empty argument, да, окей, дальше мы можем с вами добавить другие значения, and, и, или, и, and not, то есть без какого бы то ни было значения, да. Здесь можно создавать сложные поисковые запросы и искать описания, которые отвечают вашим критериям, которые вам нужны. Итак, у нас отмечено какое-то число описаний вот такими вот галочками. Если мы хотим с вами отметить описание галочками вручную, не используя поиск, то это делается либо двойным кликом вот в эту графу, либо пробелом. Пробел у нас и добавляет, и убирает, соответственно, выделение. Если мы хотим убрать все выделения, то проще всего это делать вот в этом списке выделенных описаний. Убрать выделение одного – это значок, вот этот крестик, а убрать все выделения – это вот этот вот значок, «Unselect all relevant». Все, убрали все описания. Если мы хотим с вами для дальнейшей работы экспортировать наши описания в какую-то другую программу, в какой-то другой формат, ну, например, для дальнейшей работы в программе «Jews», с которой мы обязательно с вами будем знакомиться в ходе следующих наших вебинаров, то сначала нам нужно выбрать нужные нам описания. Если нам нужно выбрать все, то мы можем выбрать все. Если нам удобно выбрать все описания, и у нас их очень много сделать руками, это очень долго, то мы выбираем вкладку «Select» и дальше «Select all». Точно так же «Deselect current relevant» и «Deselect all relevant». Вот. И теперь мы готовы к экспорту наших описаний. Для работы с «Jews» нам пойдет стандартный XML-файл, и об этом мы поговорим с вами в следующем вебинаре. При этом, если мы хотим, например, экспортировать наши описания обратно в Excel, то тогда мы выбираем «Spreadsheet table». Это будет просто обычная таблица, которая потом в дальнейшем спокойно откроется тем же самым Excel, если вдруг нам это нужно сделать. Кроме того, что еще можно экспортировать? Очень удобная, на мой взгляд, функция – это экспорт чек-листа видов. Довольно часто геопотонические описания являются таким дополнительным подспорьем для, в том числе, и флористических работ, потому что, когда вы делаете описание с тем или иным видом, вы получаете не только данные о месте произрастания этого вида, но также вы получаете данные о том, в каких экологических условиях он растет, потому что само по себе это геопотоническое описание уже характеризует условия произрастания того или иного вида. И для массовых видов это, наверное, максимально удобно, потому что массовые виды как раз в флористических работах иногда пропускаются, есть такая проблема. А вот в геопотонических описаниях массовые виды, они, в общем-то, обычно прописаны. Поэтому вы можете выбрать спишес-чек-лист, и программа вам выведет список видов, и к каждому виду будет список тех геопотонических описаний, в которых этот вид встречается. Кроме того, можно выводить гербарные этикетки. На мой взгляд, вот эта опция немножко, ну, скажем так, не совсем актуальна, потому что в гербарных этикетках мы обычно прописываем не совсем то, что мы прописываем в геопотонических описаниях. Плюс ко всему у нас не все виды, которые есть в геопотонических описаниях, входят в гербарии, поэтому здесь, мне кажется, проще действовать по-другому. Если будет интересно, про это тоже можем поговорить в дальнейшем, но не сегодня. Кроме того, здесь есть действительно большое разнообразие вариантов экспорта данных. Это и Корнеловская таблица, и другие форматы баз данных. Если у вас введены координаты, то вы можете сразу экспортировать шейп-файл с этими координатами. Вы можете вывести его как архив Darwin Core с разметками Darwin Core, что требуется для многих публикаций, также требуется для передачи вашей базы данных в какие-то большие базы данных, международные базы данных. И плюс ко всему есть еще такие, как другие форматы, где уже есть заточка под конкретные программы, с которыми можно работать. Это и JOOS, и синтаксоны, и мульва, и так далее. Что касается выбора и экспорта, тут, по-моему, все очень прозрачно. Просто выбираете нужные описания, и потом их экспортируете в тот формат, в какой хотите. Дальше. Что еще нужно делать с этой таблицей, или можно делать с этой таблицей? Ну, конечно же, в ней можно удалять описание. Например, какое-то описание случайно повторилось у вас дважды, или какое-то описание просто вам оказалось не нужно. Тогда вы выбираете те описания, которые хотите удалить. Вот двойными кликами в первой самой колонке, там, где стоят крестики. И дальше выбираете Edit, Delete Relatives. Программа вам говорит, что 4 описания помечены для удаления. Вы можете в этом месте поменять, то есть, либо Define List, и добавить только те номера, которые хотите, либо Define Range, и добавить только те номера, которые хотите. Либо удалить те 4, которые уже отмечены для удаления. Нажимаете на Delete, и описания у вас удаляются. Программа действительно вас спросит, вы действительно хотите удалить 4 описания? Да, действительно хотим. Вот мы их удалили, и у нас осталось всего 6 описаний. Что еще удобного можно делать в Турбовеге? Когда уже у вас введено хотя бы первое описание, довольно часто у нас у последующих описаний будет повторяться какая-то информация. Ну, например, вы обычно делаете не одно описание в день, и, соответственно, у нескольких там идущих подряд описаний будет повторяться дата. Если, например, вы работаете в каких-то местах, где ярко выражен рельеф, то, например, экспозиции крутизна склона у двух соседних описаний тоже вполне возможно будет одинаковая. Ну, и действительно неохота писать вот эти циферки два раза подряд, да, учитывая, что они одинаковые. В Excel можно просто протянуть столбик до нужной строчки, а здесь, соответственно, что же, придется все это вручную вводить? Нет, не придется. Вы можете выбрать любое описание в качестве образца, оно у вас будет вот таким вот подсвеченным, синеньким выделено. Дальше вам надо нажать на клавишу Insert. Когда вы нажимаете на Insert, программа спрашивает, скопировать заголовки из вот этого вот описания, которое вы выбрали? Вы ей говорите «Да». И тогда перед вами открывается табличка для нового описания, но заполненная уже, как это было в восьмом описании. И что мы можем отсюда использовать? Ну, например, площадь описания у нас не изменилась. Дата, ну, если бы она у нас тут была введена, она бы тоже не изменилась. Проективное покрытие травяного яруса, например, поменялось, но проективное покрытие древесного и кустарникового яруса остались те же самые. Проективное покрытие махового яруса тоже поменялось, все остальное не поменялось. Высота такая же, максимальная высота трав, предположим, изменилась, и мхи точно так же у нас определены. Да, и после этого мы с вами нажимаем на Save. И у нас открывается уже табличка для ввода непосредственно видов. И мы набиваем уже привычным образом виды. То есть, что у нас получилось? Мы добавили новое описание, ему присвоился следующий порядковый номер, но за его основу мы взяли описание номер 8. И оцифровка шапки вот этого описания у нас заняла еще меньше времени, потому что часть, как бы, этой информации мы просто использовали. Если вы нажимаете на Add New Relief, происходит то же самое, если у вас выбрано хотя бы одно описание. Да, то есть, либо кнопочка Insert, либо Add New Relief. Ну, для того, чтобы не отвлекаться на мышку, то и работать с клавиатурой, то кнопка Insert, конечно же, удобнее. Итак, нам осталось с вами рассмотреть еще буквально пару моментов. Что делать, если вы работаете не один, а с соавторами? И в целом все соавторы оцифровывают свои описания, а дальше вам их надо свести в одну базу данных. При работе с Excel это сделать можно, но довольно сложно. Для этого, скорее всего, надо использовать функцию WPR. И если у вас будут какие-то разногласия в латинских названиях, набитых для видов, то это будет, конечно, объединение такое, будет, конечно, очень проблематично. А вот в TurboVeg это все делается очень просто. Если у вас есть другая база данных, то вы просто можете объединить несколько баз данных. Вот у нас есть вот эта база данных Example 2, и сейчас мы к ней присоединим базу данных, которую мы набивали первую, которая называется просто Example. Append another database. Программа нас предупреждает, что описания будут перенумерованы. То есть здесь у нас были номера от 1 до 10, и там были номера от 1 до 10, и они будут перенумерованы. Но если у нас с вами есть какой-то авторский номер, то нас это вообще не должно смущать, потому что по авторскому номеру мы всегда сможем найти, что это было за описание. А это просто порядковый номер нашей таблицы. Хотите продолжить? Да, мы хотим продолжить. Нам нужно выбрать ту базу данных, с которой мы хотим объединить. Мы выбираем базу данных Example. Нажимаем на ОК. Что нас спрашивает программа? Есть некоторые поля дополнительные, которые в одной базе данных есть, а в другой базе данных их нет. Вы хотите добавить новые поля? Да, хотим. В принципе, если хотим, можем добавить сейчас еще одну базу данных. Но мы уже не хотим этого делать. Поэтому просто закрываем. И получаем новую базу данных. Вот здесь ошибочно я, к сожалению, дважды нажала на ОК. И вот эта вторая база данных присоединилась к нашей первой базе данных дважды. Ну, мы знаем, что делать в этом случае. Мы можем просто удалить эти описания либо вручную, либо через Define Range и сказать, что удалить описание с такого-то по такой-то номер. Edit, Delete Relief, Delete. И вот теперь у нас есть база данных, в которых точно уже нет ничего лишнего, нет никаких повторяющихся описаний. Пожалуйста. Таким образом, мы объединили наши базы данных и уже можем работать с одной таблицей. Как же поделиться своей базой данных? Каким образом вам прислали эту базу данных ваши коллеги, да, если вы работаете с автором, с авторами, и как вам отправить вашу базу данных вашим соавторам? Для этого есть опция Backup и Restore. Создать бэкап и, соответственно, восстановить базу данных. Сначала мы создаем бэкап, и этот бэкап как раз мы можем отправить нашим соавторам. Выбираем Backup Relief Database. Программа нам говорит, что сначала надо закрыть базу данных. Замечательно. Закрываем. Еще раз Backup Relief Database. Выбираем название базы данных, которую мы хотим отправить или просто сохранить, просто забэкапить. Пусть это будет опять Example 2. Окей. Программа спрашивает, куда нам сохранить нашу базу данных. Ну вот, в данном случае она сохраняет ее в корень диска D и создает ZIP-папку TurboVec Backup Example 2. Ну и замечательно. Окей. Все, backup завершен. Теперь мы хотим восстановить базу данных. Какую-то, которую нам прислали. Идем Database, Restore. Выбираем Disk D. И вот видим какое-то количество вот этих вот бэкапов, баз данных, которые у нас здесь имеются. Ну и, например, вот этот же Example 2 мы хотим восстановить. Открыть. База данных Example 2 у нас уже существует. После того, как мы ее с вами запэкапили, она никуда не делась. Она так и осталась. Просто дополнительно она сохранилась в виде вот этого архива, который мы можем пересылать. Поэтому сейчас, восстанавливая ее, мы дадим ей другое название. Пусть это будет Example 2.1. и нажимаем на Restore. Restore Complete. Окей. Теперь мы открываем базу данных. И вот, что мы видим. Example 2 как и был, так и остался. И еще дополнительно появился Example 2 нижняя подчеркивание не один. Тот, который мы сейчас с вами восстановили. Давайте ее откроем. Вот, посмотрите, выглядит она точно так же, как та база данных, которую мы сохраняли. Замечательно. Еще одна полезная функция. Вот сейчас, проводя этот вебинар, у меня появилось много каких-то совершенно лишних баз данных, которые мне не нужны. И, ну, мне хотелось бы их удалить. Тогда я нажимаю просто на Delete и выбираю те базы данных, которые бы мне хотелось удалить. например, Example 2.1 совершенно мне не нужен. Database, Delete, выбираю эту базу данных, окей. Вы действительно уверены, что хотите удалить? Да, мы действительно уверены. Вот, в этот момент каждый раз, хоть я и знаю, у меня йогает сердце, когда все базы данных сразу же исчезают, но мы должны нажать на RESTCAN и тогда они появятся снова. Не пугайтесь. Действительно страшный момент, но нет, непоправимого не произошло. Вот таким образом выглядят основные функции программы TurboVec. Кроме того, о чем мы с вами поговорили, можно добавлять виды, которых нету в списке Черепанова. Это вкладка Manage, Species, Edit. Да, и здесь можно добавлять в этот список видов новые виды. Можно добавлять свои PopUp листы, если вам нужен свой выпадающий список какой-то вашей переменной, которую вы ввели, какого-то вашего заголовка, то вы выбираете PopUp лист, Edit и, да, можете, соответственно, вводить свои PopUp листы дополнительные. Можете изменить папку, в которую будут сохраняться все базы данных и вообще все настроить под себя. Что еще нужно знать о программе TurboVec? Кроме десктопной версии существуют еще и приложения для мобильного телефона на Android. который позволяет вам сразу в поле вводить описание в базу данных. Это, конечно, очень сильно экономит ваше время на оцифровке данных последующей. Однако, как показала практика, все-таки желательно, крайне желательно иметь бумажную копию, твердую, нередактируемую бумажную копию ваших первичных данных. То есть, это изначальный материал, который вы собираете, и уже потом его оцифровывать. В любом случае, выбор за вами. Можно работать и с мобильного приложения. Оно не намного сложнее, но требует обязательного наличия у вас десктопной версии, потому что изначально базу данных вы создаете в десктопной версии, потом настраиваете ее тут, потом присылаете ее на свой мобильный телефон, и уже с него работаете с мобильного телефона. Мобильное приложение также может поддерживать несколько баз данных одновременно. Если вы хотите поподробнее узнать про работу мобильного приложения, то в целом мы можем сделать и такой вебинар, просто напишите об этом в комментариях. Ну вообще и по работе мобильного приложения тоже существует очень простой доступный мануал на английском языке. На этом мне кажется можно закончить знакомство с основными функциями TurboVega. Я очень надеюсь, что мне удалось вам показать, что это достаточно простая и удобная программа для хранения, оцифровки, поиска и экспорта геоботанических описаний. И одно я могу сказать точно, что использование этой программы намного сократит временные затраты на оцифровку описаний и на дополнительную первичную работу с ними. И сохранит несколько прекрасных дней вашей единственной и неповторимой жизни для каких-то более интересных и приятных вещей, чем просто оцифровка геоботанических описаний. А на следующем вебинаре мы с вами поговорим о том, как работать в программе джуз с воплощ воплощ воплощ